добрый день любители радиоуправляемых моделей здравствуйте сегодня у нас опять кордовая пятница мы собираем кордовик все детали обтянули сегодня будет сборка сегодня модель у нас уже будет полностью готова к полету на следующий раз у нас останутся корды и если погода позволит это испытание не забываем что сегодня в 19.00 с нами у вас с нами встреча готовим вопросы в группе вконтакте я написал готовим вопросы по развитию нашей энциклопедии моделиста мы хотим ее расширить посмотрите пожалуйста пробежитесь и найдите вопросы которые вас интересуют нам очень интересно что вы думаете об этом какие у вас есть какие-то предложения может быть но сейчас алексей давай приступим соберем нашу красавицу кордовичку давай приступим что ж как видите все детали у нас подготовлены на этот раз уже все обтянуто скотчем цветовую схему как я и говорил особо усложнять не сталь и крыло и стабилизаторы сделаны красными фюзеляж и киль белыми и черная кабина для разнообразия также на эту модель будем устанавливать мотор 2826 он же 2212 1400 оборотов на вольт ну и регулятор хода в моем случае 30 ампер питаться наш самолет будет от аккумулятора на три банки тысячу миллиампер час самые ходовые аккумуляторы в нашем деле но теперь давайте приступим к сборке пока будет разогреваться клей установим на место качалку управления качалку я вырезал из фанеры каких-то особых требований к размерам этого элемента нет но надо помнить что чем длиннее будут плечи управления от ручки тем более плавное будет управление самолетом в то же время если увеличивать плечо управляющие рулем то наоборот резкость управления возрастает и вообще рекомендуется качалку делать с расстоянием между отверстиями на корды примерно в два раза меньше чем расстояние между кордами на ручке управления это не догма конечно тут можно размеры в довольно широких пределах варьировать но обычно делается так кстати ручку я свою старую нашел такие так что будем пользоваться ей качалка управления на кордовиках ставится примерно по центру тяжести модели так как у нас крыло идет со стреловидностью по передней кромке то центр тяжести будет где-то вот в этом месте располагаться плюс минус немножко это страшного ничего нет поэтому качалку будем располагать вот в этом месте сейчас сразу сделаю отметку по нужной ширине также с зазорами в пару миллиметров чтобы качалка не заклинивала делаю вырез шириной примерно сантиметр можно чуть больше или чуть меньше самое главное чтобы качалка здесь могла свободно вращаться и не заклинивала при этом надо сказать что даже способов крепления качалки на кордовиках тоже достаточно много кто-то предпочитает не резать фюзеляжа закрепить качалку на крыло рядом с фюзеляжем результат получается примерно тот же самый качалку будем крепить при помощи самореза так как у меня шуруп попался какой-то техники без заостренного кончика поэтому придется под него проковырять отверстие заранее в том числе и деревянной планки отверстие делаю правда не совсем чтобы шуруп ты все-таки куда-то смог завернуться и теперь при помощи проставок из колечек адаптеров от винта будем качалку на место устанавливать в отверстие вставил саморез сейчас на него надеваю первую шайбочку выдвигая шуруп еще чуть чуть выше ставлю на место качалку и вторую шайбу остается шуруп завернуть но пока не до конца а так чтобы он позволил все-таки установить на место крыло качалка установлена и свободно вращается собирать модель будем на термоклей это быстрее всего получится на этом этапе самое главное обеспечить ровную вклейку всех деталей чтобы крылой стабилизатор были перпендикулярны фюзеляжу чтобы киль стоял вертикально и в то же время не было перекосов вправо или влево также на термоклей поставим киль самое главное не приклеить его к стабилизатору но киль устанавливаем немножечко с поворотом вправо он должен стоять не совсем параллельно фюзеляжу а немножечко быть отклоненным вправо при этом получается что модель у нас будет стремиться уйти в сторону и из будет натягивать корды что же еще раз проклеиваем все детали вроде бы ровно как на мой взгляд проверяем чтобы крыло было параллельно стабилизатору и если все нормально можно его проклеивать пока клей не затвердел есть возможность немножечко подкорректировать положение деталей поэтому сразу все проклеивать не нужно приклеили один шов подкорректировали подождали пока клей затвердеет и только потом можно будет проклеивать все остальное при проклейке старайтесь немножечко детали раздвинуть чтобы клей проник внутрь шва не только снаружи оставался просто прижимаете маленько носик пистолета что же сам по себе самолет у нас в черни готов и остается приклеить держатель рекорд на левую консоль причем приклеивать его нужно не на уровне качалки ближе к задней кромке при этом у нас появляется угол благодаря которому нос самолета опять же будет смотреть из из круга и держать натяжку корт сам держатель в моем случае сделан из пластика пвх но тут можно использовать и фанеру и проволочное колечко это кому что больше нравится у кого что есть под руками размер этой планки также особого значения не имеет можно просто одно кольцо сделать вот сейчас уже можно основательно затянуть саморез на качалке пускай шуруп завернется в том числе и в крыло качалку зажала и буквально на пол оборота и и ослабляем все качалка вращается и в то же время особо не болтается уже ну и пожалуй есть смысл на эту модель сделать шасси для этих целей я подготовил две фанерные такие вставочки моем случае не размером 30 на 40 миллиметров и две деревянные планочки лучше бы конечно их из фанеры сделать но у меня была такая рейка под руками готовая уже шириной 15 миллиметров точно такой же как толщина пеноплекса на фюзеляже вот из этих деталей сейчас нужно склеить что-то вроде такой коробочки деревянные детали очень удобно клеится на циатрин схватывается клей быстро дерево впитывается по сути дела одна досочка уже держится расстояние между двумя этими планочками должно быть по толщине проволоки из которой будете делать саму стойку шасси моем случае это велосипедная спица диаметр 2 миллиметра одну деталь зафиксировали прокладываем сложенную буквой п стальную проволоку и вклеиваем вторую половинку саму стойку пока можно извлечь закрываем эту конструкцию второй накладкой теперь эту конструкцию нам нужно будет вклеить фюзеляж то есть примерно на уровне передней кромки крыла делаем отметку сколько нужно будет вырезать и примеряем держатель стойки шасси уже по месту как видите встает достаточно плотно можно даже попробовать перевернуть да пожалуй так лучше получается меньше неровностей теперь этот держатель на место вклеиваем и в дальнейшем сюда будет устанавливаться у нас самостойка я сейчас наношу относительно небольшое количество термоклея с тем расчетом что деревянной деталью его должно размазать самое главное успеть приклеить до того как клей затвердеет уже немножечко начал твердеть раньше чем нужно предс в этом месте смялся придется этим же термоклеем косячок заполнить ну а теперь делаем саму стойку так глубоко ее вставлять в держатель не обязательно нет на 4 сантиметра у нас просто уже на сами колеса практически ничего не остается поэтому отгибаем стойки примерно два с половиной сантиметра получается такая фигура и загибаем оси под колесо вот что в итоге должно получиться примеряем стойка входит если установить на место колеса конечно маленькие они но тем не менее и поставить двигатель то на разбеге вид землю уже не цепляет и этого нам вполне достаточно так как отверстие в колесах в этих аж три миллиметра спицы тонковато то я одеваю кусочек термоусадочной трубки и усаживаю ее на оси и теперь остается приклеить на место приемник я его смещу назад насколько позволит провод от регулятора заодно же слегка поправим центровку вот что получается по большому счету модель у нас готова осталось спаять корды и можно выходить на площадку на поле и испытывать наш новый самолет на старый лад ну сейчас давайте вы по традиции модель взбесим и проверим тягу вооруженность взлетный вес модели получился 410 грамм это совсем немного но теперь проверяем тягу я могу сразу сказать что тяга будет больше единицы полный газ я еще не выжимал примерно в пол газа или чуть больше модель уже свой вес держит конечно с пистолетным пультом на самолете летать не очень удобно нужно очень точно держать газ как видите обороты скачут но все-таки лучше иметь возможность обороты регулировать чтобы можно было например аккуратно зайти на посадку дотянуть до площадки какой-то ну и просто в воздухе не летать с максимально возможной скоростью где-то притормозить например чтобы просто ровно и спокойно пройти по кругу ради интереса давайте измерим максимальную тягу двигателя на что он способен сейчас самое главное чтобы нигде ничего не сдуло такой метод конечно не очень точный но порядка 650 грамм с этого мотора сейчас выжать удалось но это значит что у нас полуторный запас по тяге в принципе модель конечно учебно-тренировочная но с такой тягой можно будет и пилотаж какой-то попробовать изобразить ну что ж ждем в следующей неделе ждем изготовление корд и испытание этого самолета ну что друзья модель готова пожелание тем кто писал постоянно когда сделайте кордову модель вот пожалуйста осталось всем немного сделать корды и выбрать погоду и поднять ее в небо ну взлететь она взлетит однозначно при такой тяге как говорится было бы достаточно тяги и забор взлетит со следующей недели мы начинаем новый проект писали мы его держим в секрете кто-то пытался угадать сразу скажу никто не угадал еще немножко раскроем тайну самолет был двухмоторный и сегодня вечером 19.00 по москве на прямой трансляции мы расскажем новости и раскроем как раз какой же будет все таки самолет собираться на следующей неделе у нас на канале встречаемся сегодня в 19.00 друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите в подсказки как раз сегодня будем разговаривать о энциклопедии моделиста готовьте свои вопросы пожалуйста мы рады будем если вы нам поможете расширить эту рубрику до огромных размеров чтобы там были все все вопросы которые необходимы для создания той или иной модели все до встречи на прямой трансляции на нашем канале хобби остров . рф пока друзья до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте комментарии и ждите новых видео до встречи играем по-взрослому